Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Меримас Аналым. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 27-летняя Айзада Мирзалиева – одна из молодых женщин, подвергающаяся домашнему насилию. После очередных побоев, полученных от супруга, сбежала из Акталинского района Нарынской области в Бишкек. По ее словам, пойти некуда. Со своими малолетними тремя детьми ютится у родственников. Оставив двоих своих детей, она смогла выбежать через окно кухни, разбив стекло. Свою жизнь за последние восемь лет, которые она прожила со своим супругом, она характеризовала следующим образом. Он очень сильно избивал, таскал на улицу, так сильно пинал, как между собой дерутся мужчины на полную силу. Такое я видела только в фильмах и вот в своей жизни. Он меня прямо в лоб своей головой ударял, у меня голова кружилась. Все это я пережила только из-за своего хорошего здоровья. Сколько всего я пережила за все это время. В те дни, когда я пожаловалась, что у меня болит желудок, он меня постоянно сильно бил по животу. Говорил, что я притворяюсь. Он меня бил лопаткой по голове. В большинстве случаев он меня бил каталкой для теста. Один раз, когда он меня ударил каталкой, она сломалась. Моя теща говорила ему, чтобы он не бил меня каталкой. Твоя жена еще терпит словно слон, каталка даже сломалась. Почему ты так над ней издеваешься? Он ногтями так сильно вдавливал мою голову, волосы дергал. Один раз, вообще говорю же, ножом порезал. После такого издевательства он и вовсе побрил меня на лысо, а потом снова надсмехался надо мной. Он ударял по моей лысой голове. Когда я работала в швейном цеху, я приносила домой резинки, которые мы пришивали на юбке, брюке. Он собирал эти резинки и стрелял в меня. Места, куда он стрелял, становились очень красными. Когда он был пьяным, когда он уснул, я смогла убежать в дом его брата. Рассказала она. В эти дни молодая женщина со своими маленькими детьми переживает много трудностей и внезгод. Ей негде жить и нет какой-либо постоянной работы. Несмотря на это, она рада тому, что наконец-то убежала от жестокого супруга и собирается через судебное разбирательство забрать к себе сыновей трех и семи лет. Она не собирается возвращаться в прежнюю жизнь и говорит о том, что приняла решение о разводе. Не могу жить. Хватит. Я сама решила. Я съездила в Ахтала и написала заявление. Но они, оказывается, рассматривают, когда на теле есть синяки. Но когда у меня были синяки, я не выходила на улицу. У меня же не было возможности выходить. Дети у меня маленькие. При получении синяков не могла выходить, да и денег не было. Недавно поехала и написала заявление. Сказали, чтобы я предоставила им справку с медэкспертизой. Если нет синяков, то, оказывается, никто и не смотрит. Если есть справедливость, то хотела бы, чтобы он получил наказание. Я от него ничего и не жду. Я бы не стала отбирать у него скот, требовать, чтобы он мне купил дом, оплачивал алименты. Пусть будет наказанным, пусть увидит то насилие, которое причинял мне. Рассказала Айзада. Аналитики бьют тревогу о том, что в Кыргызстане усиливается домашнее насилие. По статистическим данным, за первое полугодие 2015 года из-за домашнего насилия в семье в правоохранительные органы обратилось более 1800 женщин. Среди обратившихся есть те, кто подвергался побоям, психологическому и сексуальному насилию. Как отмечают в милиции, 95% женщин обращаются по фактам избиения со стороны супругов. По зарегистрированным фактам, 1259 человек подверглись административному штрафу. Против 198 человек возбуждены уголовные дела. Эксперты на самом деле говорят о том, что масштабы фактов семейного насилия в Кыргызстане еще более шире. Но при определении этих масштабов мы не располагаем точными статистическими данными, говорит сотрудница представительства агентства женщин ООН в Кыргызстане Уметай Давлетова. К сожалению, по Кыргызстану у нас точных цифр нет. У нас есть статистика, но она везде разрознена. Есть статистика национального статистического комитета официальная, есть статистика МВД, есть статистика неправительственных организаций, кризисных центров. Но одной единой статистики у нас нет. Статистика – это очень важный инструмент для того, чтобы проводить какую-то адвокацию, для того, чтобы понимать, насколько проблема обширная и с какой стороны ее нужно решать. Вот наше агентство сейчас, агентство ООН женщины, начало двухгодичный проект по сбору такой статистики. Она как бы будет касаться как и количественного, так и качественного компонента. И как раз таки там мы будем собирать такие данные об отношении общества, вообще к любому виду насилия, как общество к этому относится, для того, чтобы эти данные могли нам помочь уже в дальнейшем предпринимать какие-то действия. Как отмечает Умитай, основная проблема домашнего насилия в Кыргызстане связана с тем, что нет судебной справедливости. Очень мало случаев, когда выносится судебное решение в отношении стороны насилия. Женщины, они как бы не особо доверяют судебным органам, так же, как и правоохранительным органам, потому что очень часто заявления о домашнем насилии не принимаются. Поскольку у нас есть такое стереотипное мнение и высказывание, на которое мы часто наталкиваемся, это элементный день, что люди скажут. То есть, говоря о наших стереотипах, то есть вот эта проблема, она не должна выходить на руку, то есть это твой супруг, и ты женщина, ты должна молчать. Очень часто жертвы, они как бы не знают процедур подачи своего заявления в правоохранительные органы, именно с медицинской точки зрения, поскольку есть определенные стандарты по регистрированию этих дел, если есть какие-то нанесения тяжких телесных повреждений и так далее, все это потом приносится через неделю, и так далее уже очень сложно доказать. И кроме того, конфиденциальность медиков о том, вообще что произошло. Но министер Азарахме сейчас как раз разработал Астамбульский протокол, оно национализировало его на уровне страны, сейчас оно как раз будет внедряться в этот список, в этот алгоритм, по которому медик должен уже производить свои действия. То есть есть много, что сейчас много, что предпринимать, но, конечно, еще очень много предстоит сделать. Такую оценку дает сотрудница представительства Агентства женщин ООН в Кыргызстане Умытая Давлетова. Как отмечает старший инспектор Управления общественной безопасности МВД Кыргызстана Талай Алиджанов, с каждым годом увеличивается количество женщин, обращающихся по причине насилия в семье. Такая тенденция наблюдается с момента принятия в 2005 году закона о социально-правовой защите от насилия в семье. Талай Алиджанов специально для IWPR поделился последней статистикой. Согласно него, за семь месяцев текущего года около трех тысяч женщин обратились с заявлением. В основном заявление поступает от жителей города и густонаселенных районов. Мы оказываем помощь в рамках законодательства всем тем, кто обращается к нам. Все происходит в рамках закона. Регистрируем, проверяем. Если среди обратившихся есть лица с побоями, мы их направляем до подтверждения. Потому что в жизни так бывает, что сегодня придут заявления, а завтра и послезавтра приходят встречным заявлением. У нас менталитет, традиции такие. А так, если обращаться в правоохранительные органы, мы оказываем помощь в рамках закона. Бывает, что сегодня ссорятся, а завтра мирятся. Если не через день, то через час могут помириться. Есть случаи, когда приходят в тот же день, что помирились. Иногда приходят через два-три дня. Или же напишешь заявление, а потом не приходят, забывают. На этом основании из-за отсутствия заявления многие дела не рассматриваются. Говорит представитель милиции. Несмотря на это, бывают случаи, когда обращаются женщины с тяжелыми травмами. Как отмечает Алла Алиджанов, в настоящее время в отношении к тех, кто обвиняется в насилии, не предусматривается оплата штрафа в виде административной меры. Если обратившимся по поводу насилия причинен ущерб, человек, оказывающийся насилие, заключается под стражей до пяти суток. Если возбуждается уголовное дело, то решается через суд. Все зависит от того, какое нанесено телесное повреждение. Если легкое телесное повреждение, то предусматривается 112-я статья. Если тяжелое, то 114-я. Все это определяется на основе экспертизы. Они могут быть приговорены от одного года до трех лет, или от трех лет до пяти, лишения свободы. На практике бывает много. Если женщина обращается с целью защиты своих прав, это может быть в рамках закона. Говорит он, по некоторым данным, 80% женщин, находящихся в местах лишения свободы, осуждены по статьям за убийство, покушение. По мнению психологов, женщины очень терпеливые. В большинстве случаев они скрывают насилие и унижение в семье. Никуда не обращаются за помощью. Не у всех имеется возможности, чтобы обратиться к психологам. В результате собирается весь этот стресс. Большой злостью хотят отомстить тому, со стороны кого подвергались насилию. По информации Министерства социального развития, в Кыргызстане действует около 500 кризисных центров по предотвращению семейного насилия в отношении женщин. Однако центры, в которые могут приютить женщин, сбежавшись от побоев и насилия в семье, оказать им правовую и психологическую поддержку, можно посчитать на пальцах. Руководитель одного из таких кризисных центров, Сезим Бибисара Рыскулова, говорит, что умение предупреждать о раздувании ссор, умение управлять своими эмоциями, может предотвратить трагедию. Наш телефон доверия 512640 работает круглосуточно. Уже около 20 лет, как мы работаем в этом направлении, много людей к нам обращаются. Некоторые звонят, говорят, помогите мне, я убью или меня убьют. А когда они доходят до крайности, уже не могут контролировать свои эмоции. Хотела бы обратиться к молодым, ко всем людям. В таких случаях просто надо выйти из дома, потому что ссора может привести к скандалу. Если его не остановить, он может усиливаться и выйти из-под контроля. И в этот момент мы стараемся помочь, кто нам звонит. Мы говорим, когда вы уже не можете контролировать свои эмоции, если сказать по-русски, надо сказать «стоп», остановить скандал и выйти на улицу, или уйти к кому-нибудь из близких. Надо думать, нельзя принимать в тот момент каких-либо решений. Такой совет дает Бибисара Рыскулова. Она отмечает, что многие мужчины считают нормальным явлением воспитывать своих супруг методом кнута. Но бывают случаи, когда они до смерти избивают своих жен. Как правило, женщины, которые подвергались насилию, предпочитают об этом не распространяться. Многие из них об этом не доводят не то что до суда, даже до милиции. Женщины, с одной стороны, не верят законам, а с другой стороны, в связи с внутренним менталитетом, вынуждены жить и терпеть. Некоторые говорят, что готовы терпеть все ради детей. Некоторые из тех молодых женщин, которые приходят к нам, говорят, что живут ради детей. Да, надо жить ради детей, терпеть надо. Но если ситуация выходит из-под контроля, то есть модель семьи. Если с утра до вечера дети и подростки вынуждены находиться в обстановке ссор, скандалов, они подвергаются избиениям, видят свою мать, которая также подвергается избиениям, то психология таких детей может складываться определенным образом. Да, папа должен быть таким, мама должна быть такой. Разумеется, надо терпеть. Но есть пределы терпения, есть право. В Куране тоже говорится о правах человека. Никто после замужества не превращается в частную собственность. У каждого человека есть право. Никто не имеет права унижать кого-либо. Сказала руководитель кризисного центра Сизим Бебисарара-Скулова. Материал подготовила специально для IWPR Илеонора Савандык-Кызы. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR радиоинститута по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся. Продолжение следует...